Приветствую вас, дорогие друзья! С вами снова Станислав Шамаев, лицензированный бизнес-иммиграционный и корпоративный адвокат в город Майами, штат Флорида. В сегодняшнем видео поговорим про такую важную тему, как RFI, что это такое, как с этим бороться, какие есть тактики, какие есть ошибки и что в итоге делать, если вы получили RFI. В конце этого видео вы сможете узнать, как получить бесплатный разбор по вашей визе для того, чтобы у вас не было RFI. Let's go! Итак, друзья, тема RFI, она все время витает в воздухе, она непонятна, не все знают, как расшифровываются эти три буквы. Те, кто знает, как они расшифровываются, не знают, что это в итоге значит. Некоторые этого боятся, некоторые этому радуются. В общем, давайте разбираться. Но перед тем, как мы начнем, друзья, поставьте лайк под этим видео, если вы считаете, что я поднимаю актуальные и ценные идеи по иммиграции, и если вам нравится, как я их раскрываю. Поставьте, пожалуйста, лайк, не поленитесь, это вам легко, а мне очень приятно. Итак, что такое RFI? RFI – это Request for Evidence, запрос на доказательство. Мы в наших кругах, в нашей команде называем это просто до-за-прос. Первый вопрос, который волнует больше всего вас, даже без того, знаете вы или не знаете, что это. Станислав, включен ли ответ на RFI в ваши цены? Да, на данный момент это включено, пока мы не разбили цены на пакеты, где первый пакет не будет включать RFI, потому что он будет предназначен для самых сильных кейсов. RFI будет включено во второй и третий пакет. Поэтому пользуйтесь этим моментом, пока мы не разделили цены на пакеты, нанимайте нас, становитесь в очередь на свой кейс, чтобы за меньше денег получить больше выхлопа. Всегда ли получают RFI только слабые кейсы, либо кейсы, которые как-то непонятно были сделаны? Чаще всего да, но бывают такие кейсы, которые получают RFI просто с потолка. Они могут быть незаконные, они могут быть необоснованные, они могут быть недетальные, либо просто у офицера не было времени прочитать всю ту массу документов, которые мы ему прислали. Давайте вкратце разберем самые главные причины и законные они или нет, когда нам приходит RFI. Причина номер один. Незаконные RFI. Давайте посмотрим в глубину и разберемся, почему офицер мог прислать нам RFI. Именно психологию этого до запроса. В первую очередь нужно понимать, что офицер не может отказать вам просто сходу, если что-то не так в вашей петиции. Он может прислать намерение об отказе в вашем кейсе. Это происходит исключительно редко за всю историю моей практики. Я только получал два таких документа из сотен кейсов, которые мы отправили. То есть это исключительно редко по причинам, которые чаще всего не имеют отношения к сути подачи. Чаще всего это либо процессуальные какие-то моменты, либо внешние, которые были найдены, может быть, обман в других петициях, может быть, обман на туристическую визу и что-то связанное с этим. В 99% случаев приходит именно RFI, request for evidence, до запроса. И мне кажется, что главная психология и мотивация кейса, это когда офицеру кейс не понравился. Просто что-то ему там не понравилось. Не понравилась пресса, не понравились заслуги, не понравился общий фон, не знаю, не понравились фотографии, как выглядит наш клиент, всякое может быть. И поэтому офицер может пытаться либо поменять как-то текст законов, то есть сделать незаконный дозапрос, не объяснять, что конкретно ему не понравилось, либо пытаться доколупаться до чего-то того, где этого не должно произойти. Это чаще всего выливается в том, что офицер меняет текст закона, по которому он якобы оценивает наш меморандум, нашу петицию. То есть, например, вместо original and significant contribution in the field, на английском это так звучит, да, оригинальное и значимое вложение в индустрии, он может написать Для тех из вас, кто говорит на английском языке и понимает разницу между этими двумя грамматическими конструкциями, понимает, что всему направлению, где вы талантливы. То есть это нужно сделать что-то глобальное, прямо что-то такое из ряда вон выходящее, чтобы поменять всю индустрию. Такое практически невозможно найти. Допустим, недавно слышали, что с помощью телескопа James Webb были обнаружены галактики, которым 600 миллионов лет, которые по размеру в 10 раз больше, чем наш Млечный Путь, да, и по текущей теории этого не могло произойти, то есть не могли сформироваться галактики такого размера за 600 миллионов лет после Биг Бэнга, да. Соответственно, все теории теперь нужно переделать, как-то по-другому все происходило. Это прорыв, да, это мега-прорыв, которого еще не было в науке до этого. Вот это contribution to the field, да, все индустрии исследования космоса. Но язык и текст закона – это in the field, то есть внутри индустрии. Вот этот шар индустрии, мы в него заходим, и там что-то значимое, да, это значимое, но не просто какая-то вспышка, да, что-то серьезное произошло. Но мы поменяли что-то внутри индустрии, что важно, внутри этого котла, но не обязательно поменять весь ландшафт этой индустрии. Чувствуете разницу in the field и to the field, да, то есть огромная и лексическая, и грамматическая, и психологическая разница. И мы это видим довольно часто. И если вы, не дай бог, подаете кейс сами, либо адвокат, который занимается вашим кейсом, не специализируется на этом типе визы, либо, не дай бог, вы с каким-то помогайкой это делаете, они этого не знают, они этого не заметят, и будут шаровать, отвечать на RFI по тому стандарту, который показал иммиграционный офицер. Это то, что происходит, и мы часто видим. Какие еще моменты есть? Стандарт, по которому мы доказываем ваш кейс, называется by preponderance of the evidence. Чтобы перевести на русский язык, проще сказать, мы скорее доказали, что вы талантливы, чем мы это не доказали. То есть это 50% и перышко. Вот эти весы доказательства, вот наше доказательство здесь, здесь контраргументы иммиграционного офицера, и мы перышко бросили на ту сторону, и пошло вниз, да, больше 50%. Мы доказали. Мы часто видим на практически еженедельной основе, что иммиграционный офицер пытается завысить стандарт и сказать, что мы не доказали, не предоставили. Звучит как clear and convincing evidence. И в легальном юридическом поле это следующая ступенька после preponderance of the evidence. Это значит, что мы должны предоставить объективные и убедительные доказательства, что вы талантливы в вашей индустрии. Чувствуете, да, разницу между скорее талантливы, чем нет, и объективные и убедительные доказательства. Это гораздо выше стандарт. Если это 50% и перышко, то это 75% и перышко. Гораздо-гораздо выше. Очень сложно по этому стандарту доказывать. Для образовательных целей, друзья, и вы знаете, что на первое образование педагогическое, английский и немецкий язык, английский знаю хорошо, немецкий нет, есть третья категория стандарта, это beyond any reasonable doubt. Это уже стандарт, когда криминальные какие-то моменты, идет суд присяжных, и прокурор должен доказать, что человек совершил преступление beyond any reasonable doubt. Что практически не остается никаких сомнений. Может быть, чуть-чуть, есть какой-то там и там и там, но в целом сомнений практически нет. Это самый высокий стандарт, это там 90% плюс. Нам нужно 50% и перышко, поэтому за этим нужно следить. Затем, незаконность RFE может складываться от того, что офицер не объясняет, почему он не принял один из ваших критериев. И это может звучать так. You did not provide sufficient evidence. Or you provided insufficient evidence. И законно потом сказать because, потому что и объяснить. И если этого нету, это незаконно. Как бороться с такими RFE? В первую очередь нужно посвятить, что офицер неправильно, незаконно пытается на нас нанизать свои стандарты. Потом сказать, какие стандарты нужно правильно использовать. И потом показать, что по этим стандартам мы доказали те критерии, которые нужно доказать. И также стоит уколоть иммиграционного офицера и сказать, что федеральный суд развернет это дело, если вы не будете смотреть по правильным законам. Вторая причина. То, что офицер не увидел, не нашел. Здесь бороться очень просто. Просто еще раз показать офицеру вот здесь, вот здесь, вот здесь это находится. Вот здесь вы не нашли. Третья причина. Действительно, не было достаточно документов и была какая-то слабость критерия. Это, с этим бороться тоже легко. Нужно предоставить больше писем, больше доказательств, более детально разжевать, что не было в кейсе, либо не было увидено офицера. Друзья, на каждое RFE нужна стратегия. И на каждое RFE, которое получаем мы, такая стратегия есть. Поэтому мы знаем, как отвечать и как дальше двигаться по кейсу. Более того, в моей корпорации у нас есть черный список офицеров, которые чаще дают отказы по тем редким отказам, которые мы получаем. Потому что 9 из 10 петиций, которые мы подаем, получают одобрение. И если мы видим, что приходит RFE от офицера, который в черном списке, мы предлагаем нашим клиентам забрать кейс обратно и просто его перепадать лучше в другой иммиграционный центр. И тогда у вас будет самый большой шанс для того, чтобы получить одобрение. Друзья, если вы идете по визе талантов, либо по бизнес-визе, либо по инвестиционной, вы можете сделать свой первый шаг в США и получить бесплатный разбор от меня по вашей категории виз. И сделать это очень легко. Пройдите по ссылочкам под этим видео. Найдите тот тип визы, который вам соответствует. Пройдите в анкету и детально заполните мне анкетку, чтобы в течение 48 часов я сделал вам первичную квалификацию вашего кейса и сказал, подходите вы, либо нет. И если я вижу потенциал в вашем кейсе, я приглашу вас на комплексное иммиграционное планирование. Друзья, поставьте лайк под этим видео, подпишитесь на мой YouTube, Instagram, Telegram, TikTok, чтобы получать эксклюзивные и самые последние новости в иммиграции в США. С вами был Станислав Шамаев, адвокат будущего. Ваше будущее начинается здесь. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok